Я представлю подборку из пяти триллеров о неизведанных закоулках души, то есть таких триллеров, где герой не только традиционно обнаруживает, что все вокруг не такое, каким ему казалось, но и открывает в себе нечто новое, подчас крайне шокирующее. Первая книга подборки Натали Дэниелс «Кукушка». Самое главное, самое первое, что про нее можно сказать, она ни в чем не уступает уже ставшему безусловным хитом, бестселлером и за границей, и у нас, роману «Безмолвный пациент» Алекса Михаилидиса. Здесь та же ситуация. Психотерапевт и пациент, в нашем случае это обе женщины, они как у Михаилидиса, исследуют, почему женщина в прошлом совершила страшное, даже ужасающее преступление. В итоге выходит смесь напряженного триллера и очень тонкого психологического романа, причем на очень актуальную сегодня тему. Тему токсичных отношений, когда доведенный до отчаяния человек действует уже фактически не по собственной воле, а повинуясь совершенно иной, не своей логике, теряет, так сказать, самая себя. Через личный ад проходит и героиня романа Сюзанны Джонс «Предвестник землетрясения», действие которого происходит на фоне загадочной Японии. Здесь, в этой книге, героиня всегда считала, что причиной слишком многих смертей окружающих в ее жизни становилась она сама. От самой себя она и бежала в Японию, в совершенно чуждую страну, где, как ни странно, нашла относительный покой и смогла смириться с собой. Но не тут-то было. Смерть настигла ее и здесь тоже. Ну, точнее, не ее, а того, кто оказался рядом с ней, как всегда. Неужели героиня сама убила свою приятельницу, которая бесстыже увела у нее любовника? Проблема в том, что героиня не может полагаться на свою память. По роману совсем недавно вышел фильм на Нетфликс с Алисией Викандера в главной роли. И то, что этот сервис обратил внимание на книгу, уже свидетельствует о ее оригинальности. И еще одна вещь, написанная женщиной о женщине с трудом обретающей себя. Шалени Боланд «Девушка из моря». Боланд – писательница жесткая, как и две предыдущих. И здесь для героини тоже нет никаких поблажек, никаких счастливых открытий. Все крайне мучительно. После того, как женщина чудом спаслась из пучины, она ничего не помнит. Единственное воспоминание очень скудное. И оно больше похоже на какой-то смутный отблеск, чем на реальный образ. И скорее причиняет боли страдания, чем сулит какую-то надежду. Пока героиня восстанавливает собственное прошлое, да и личность как таковую, ей активно способствуют, в кавычках, окружающие, которые норовят предложить ей каждую свою версию того и другого. А теперь нечто совсем иное. Джон Марс. The One. Единственный. Этот роман многие отнесли бы к поджанру техно-триллер, поскольку в нем речь идет о технологии, кстати, не такой уж фантастичной на сегодняшний день, которая коренным образом меняет привычную жизнь людей и даже угрожает ей. Книгу даже называют в очень длинной серии культового сериала «Черное зеркало», что само по себе, в принципе, красноречивая характеристика. Но все не так просто. Главная тема этого романа – все те же напряженные поиски себя. Казалось бы, когда программа через образец в твоей ДНК находит тебе идеального партнера и делает это ювелирно точно, в этом и заключается та самая технология, то все должно вставать на свои места и заканчиваться полной гармонией. Но нет. Для многих обретение второй половинки, наоборот, открывает в бездны тайны проблем, в том числе и в самих себе, или душевные силы, о которых, если бы не такая ситуация, трудно было бы догадаться. Один из героев, между прочим, маньяк-убийца, что, как вы понимаете, добавляет градуса. Кстати, о «Черном зеркале». Вернемся к нему. Известно, что с 2016 года этот сериал «Черное зеркало» выходит под эгидой уже упоминавшегося выше Нетфликса. Так вот сейчас Нетфликс готовит экранизацию Марса в виде сериала. Ну и надо признать, что книга прямо напрашивается на такую экранизацию. И снова совсем иной поджанр, который можно определить как триллер на грани реальности. Джон Харт и его дилогия. Романы «Последний ребенок» и «Безмолвие». «Последний ребенок» — это триллер, способный составить успешную конкуренцию Стивену Кингу, особенно тем его романам, где мистический элемент опущен или играет в тоестепенную роль. Триллер, очень умело и атмосферно объединенный с романом «Взросление». А у Кинга, как известно, таких много, даже в абсолютно мистических вещах. В упорных поисках своей пропавшей сестры, которую почти все уже бросили искать, мальчик по имени Джонни обнаруживает в себе слабости и решительно борется с ними. Через внутренние и внешние конфликты выращивает новые черты характера. В общем, обретая истину о сестре, он становится совершенно другим человеком. «Безмолвие» — продолжение. Вторая часть. После событий первой книги прошло десятилетие. В центре снова Джонни. Теперь уже Джон, который благодаря тому, что описано в «Последнем ребенке» и тому, что произошло после, стал, что называется по-русски, «бирюком», то есть нелюдимым человеком. Он, если тут можно так выразиться, сохраняет настоящие глубокие отношения лишь с давним другом Джеком и родовой землей, называемой пустошью. Но Джек восстает против пустоши, считая, что здесь обитает нечто, несказанная сущность, способная навредить Джону. Как ни трудно, наверное, догадаться, этот роман уже гораздо ближе к тем произведениям Стивена Кинга, где «Запредельное» имеет ключевое значение.